Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Эфир телеканала РЕН продолжает новости Анапа-регион. В студии Кристина Рабина. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. На защиту Витязевского лимана уникальная экосистема под особым контролем администрации Анапы и Народного фронта. Подготовка к чемпионату Европы. В Иванавском яхт-клубе начались тренировки спортсменов, которые будут представлять Россию на соревнованиях. Автопробег ко дню победы. Наш город принял эстафету патриотической акции. И сейчас обо всем подробнее. Встреча с людьми – это всегда откровенный и прямой разговор. Тем более, если это люди от земли. Станичники – простые труженики. Им не нужна политика, а только ответ на вопрос, готовы ли власти поддерживать их и помогать решать житейские проблемы. Именно такой разговор состоялся главы Анапы Сергея Сергеева с жителями станицы Гостогаевская. До начала встречи в местном ДК есть время. И Сергей Павлович потратил его на объезд Гостогаевской. На улице Комсомольской со своими подчиненными обсудил, какие станичные дороги надо привести в порядок. И с этого же начал общение с гостогаевцами. Потому что знает – это сегодня волнует людей. На этот год планируем первый транш, независимо от того, как мы будем исполнять бюджет. И из того, что они нам перечислили, вот 11 миллионов выделить на дороге именно в нашей станице, здесь, в Гостогаевской. Это, я вам скажу, пятая часть от всей суммы, учитывая и город в том числе. Но эта встреча – не отчет. Глава курорта приехал выслушать людей. И гостогаевцы не скрывают – к мэру у них много вопросов. У нас нет, как в Варениковке, как во всех других станицах, нет птичьего рынка. Я говорил, дайте, пожалуйста, мне эти квадратные метры. Я поставлю в глубине еще один склад корма, красивый, арачный. И сюда на выход поставлю хорошие навесы для торгов. Птичий рынок. Давайте формировать, я не против. Без вашей инициативы, без предпринимательской, мы вперед не двинемся. Но все должно быть в рамках закона. Председатель Совета общественности о нехватке рабочих мест в станице. И своим предложением, как решить эту проблему. В станицу надо привлекать каких-то крупных инвесторов для развития производства, чтобы появились у нас рабочие места, чтобы это дало толчок для привлечения дополнительных средств на развитие станицы. Инвестиционная привлекательность Гостогаевской гораздо ближе своим же местным предпринимателям, считает Сергей Сергеев. Вот давайте посчитаем, если он возьмет землю, ту, о которой он говорит, за почтой, ну минимум пять рабочих мест, потому что склад дальше, уборщики нужны и так далее, и так далее. Если он возьмет ферму и, как обещает, сделает из нее образец, то там тоже что-то будет работать, да? Вот если мы создадим, что мы там думаем, что к нам кто-то прилетит и миллионы привезет? Если мы создадим условия на местном уровне, а это в наших силах, сегодня мы об этом разговор ведем, вот они и инвесторы. Все на этой встрече было очень логично. Люди среднего возраста, работяги о труде и заработке. Им кормят семьи. А старшее поколение о духовном воспитании молодежи. Возрождать в школах музей истории и приучать детей знать свои корни. Музей, ну вот ничем не заменить, и средств он требует немного. Нам надо еще решить один вопрос. В школе сейчас численность учеников прибавляется, а нам нужно второе помещение, где бы разместить. У нас там в основном материал касается основания станицы дореволюционного, ну и еще война, и Великая Отечественная война. Любое дело, живет пока есть человек, который за этим, вот спасибо вам, что вы делаете. И если будете делать, я готов рассмотреть ваше содержание денежное. И, пожалуйста, занимайтесь. Чем чаще будут проходить такие встречи, тем легче будет двигаться вперед, отметил в завершение глава Анапы. По всем озвученным вопросам даны поручения профильным службам администрации. На Кубани региональный материнский капитал в этом году составит более 110 тысяч рублей. Субсидии уже получили более трех тысяч кубанских семей, большинство из которых использовали деньги на улучшение жилищных условий и образование ребенка. Деньги материнского капитала не выдают наличными. Их перечисляют в безналичной форме, насчитая на те цели, которые выбрала многодетная семья. Распорядиться деньгами можно будет после того, как третьему и последующему ребенку исполнится три года. Право воспользоваться этой субсидией распространяется и на усыновленных детей. Как уже сообщалось ранее, с этого года направить эти средства можно также на газификацию. Народный фронт поможет администрации нашего города защитить Витязевский лиман. Общественное движение сейчас составляет экологическую карту Кубани. И первой тревожной точкой на ней станет ситуация с водоемом в Анапе. Как спасать будут уникальную экосистему, выяснила наша съемочная группа. Вывозят мусор отсюда еженедельно, по несколько камазов. Но свалка появляется на берегу лимана с завидной регулярностью. Строительный мусор, а то и просто хлам, свозят сюда не только с Витязева, но и с окрестных поселков. Местные жители вспоминают, раньше здесь плавали лебеди, а сегодня только старые покрышки. Дом Дмитрия Сарава стоит прямо на берегу. Не раз он лично ловил за руку тех, кто путал водоем со свалкой. Но дальше, призывав к совести, дело не шло. Полномочий нет. Да высыпаются же, говорю, это можно один раз наказать одного второго и сыпать перестанут. Тоже, говорю, это такое дело. Сдаваться местные жители не собираются. Власти тоже настроены решительно. Тем более, что теперь в союзниках общероссийский народный фронт. Жажда наживы отдельных недобросовестных застройщиков не должна ни в коем случае привести к потере экосистемы уникального Витязевского лимана и, ну, его еще называют легкими, города-курорта Анапы. Благодаря вашей поддержке, поддержке средств массовой информации, мы все вместе, общественность, администрация муниципального образования, сельского округа, природоохранная прокуратура, мы должны просто отбить охоту у этих предприимчивых застройщиков. Уже сегодня есть решение этой проблемы. Помимо табличек с предупреждением о штрафе, в скором времени появится более действенный механизм. Я думаю, с общественным народным фронтом мы сейчас установим здесь камеры и будем тех физических лиц и недобросовестных застройщиков, которые сыпят сюда мусор при строительстве своих гостиниц, отлавливать. И есть же, мы разместили таблички со штрафами, чтобы люди имели представление, что это такое. Ну, есть же еще экологические штрафы. Если мы одного-два человека накажем, я думаю, отобьем охоту сыпать здесь мусор и сливать всякие нечистоты. Есть еще один вариант навести здесь порядок. Сейчас здесь строят дублер главной дороги Витязева. Она не только должна разгрузить основную магистраль поселка, но и стать, по мнению жителей, хорошим поводом сохранять чистоту. Будет дорога, будет все красиво, неужели кто-то будет бросать мусор. А дело, конечно, очень важное и правильное. Дорога нужна. Сегодня главное – ликвидировать несанкционированные свалки вдоль лимана и благоустроить береговую линию. Для работ по восстановлению экосистемы будут привлекать ученых. Но процесс этот небыстрый. Порой и на восполнение нанесенного природе ущерба уходит десятилетия. Тем не менее, в Народном фронте и администрация НАПА решили поставить ситуацию с Витязевским лиманом на особый контроль. И намерены довести начатое дело до конца. Общероссийский Народный фронт просит жителей Краснодарского края активно включиться в проект «Экологическая карта Кубани». Если вы знаете о неблагополучной экологической ситуации, просьба сообщить об этом на почту общественного движения или в адрес нашей редакции. К другим темам. Сегодня в Анапе у стелы воинской славы анапчане встречали автоколонну Севастополя. Вчера был дан старт патриотической акции «Звезда нашей Великой Победы», посвященной 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Этот автопробег охватит около 150 городов России, Белоруссии, Абхазии, Китая, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Южной Осетии. Из пяти городов выехали такие же колонны машин, символизируя пятиконечную звезду. Завершится акция 9 мая в Москве, где будет развернута масштабная копия знамени Победы в 200 квадратных метров. Я искренне сегодня поздравляю вас с наступающим праздником от имени главы муниципального образования города-курорт Анапа Сергея Павловича Сергеева. Я выношу благодарность участникам автопробега, которые в дальнейшем будут продолжателями дела наших дедов, нести знамя Победы по нашей стране и своим пробегам напоминать, что этот праздник вечный и в сердцах наших людей останется навечно в нашей памяти. В Анапском яхт-клубе начали тренировки юноши, которые будут соревноваться за право представлять Россию на чемпионате Европы по парусному спорту. Отборочный тур состоится в Ейске через три недели, а пока спортсмены отрабатывают технику. 25 яхт-сменов в возрасте от 10 до 19 лет прибыли из Москвы, Санкт-Петербурга и Башкирии. Анапские сборы необходимы для того, чтобы набрать форму. Готовиться к первым сезонным соревнованиям дома спортсменам не позволяет погода. Как рассказал старший тренер Иван Петров, юноши получают различные задания, в том числе движение в плотном строю, а также старт навстречу ветру. Кроме того, они самостоятельно собирают и регулируют доски и парус, чтобы уметь устранять поломки, которые могут возникнуть в ходе гонок. Сегодня у нас проходит третий тренировочный день, достаточно успешно. У нас получается проводить по две тренировки, погода позволяет. Мы приехали, было прохладно, сейчас стало потеплее, ребята уже не мерзнут. В принципе, собрали достаточно большой флот, у нас на воде 22 спортсмена. Все это можно одновременно стартовать, запускать по дистанции. И погода, в принципе, похожа на те условия, которые у нас состоятся уже в мае месяце. Космической постановкой завершился конкурс среди дошкольных образовательных учреждений «Огонь. Опасная игра». Детский сад номер 7 стал последним, но не по результатам. Помимо необычного представления, здесь провели самые настоящие учения по эвакуации. Участие приняли в ней и наша съемочная группа. Тему для выступления выбирали недолго. Решили посвятить приближающемуся дню космонавтики. Зрителям рассказали про правила пожарной безопасности гостей с другой планеты. Умелый подход, творческая организация, красочные костюмы, все это было на мероприятии. Я хочу сказать, что дети в такой форме, когда инопланетяне учат их правилам пожарной безопасности, запоминают намного лучше, намного быстрее. А после выступления сотрудники МЧС вместе с руководством детского сада перешли от теории к практике. Без предупреждения устроили учебную пожарную тревогу. Итог учений – хорошо, а вот результаты конкурса будут озвучены только 30 апреля. С начала года на территории Анапы поджогов произошло почти в два раза больше, чем в прошлом году за этот период. На сегодняшний день зарегистрировано 39 возгораний, при этом почти половина возгораний является поджогами, сообщает Леонид Бурнайкин. 13 пожаров по причине поджога. То есть это практически 35-40% от общего количества. Значит участились случаи даже повторного случая поджога именно на одних и тех же объектов, такие как на ГМТ первый проезд, там медицинский пост, офисы постоянно поджигают на красно-зеленых 29 дробь 5, дробь 4. Значит, ну основная масса пожаров, как бы в общем без поджогов, это у нас в жилье происходит, как бы из-за короткого замыкания электропроводки, неосторожного обращения с огнем. Конкретно останавливаются на поджогах. С 13 случаев как бы все материалы передаются в отдел полиции, внутренних дел в нашем городе Анапа. И ими уже принимается решение по поводу возбуждения уголовного дела и ведения дальнейших действий следственных, как бы в данном направлении. В Анапе продолжаются всероссийские соревнования по велоспорту шоссе среди юношей. В эти выходные на старт выйдут более 200 сильнейших велосипедистов. 9 апреля состоится первенство России. Старт в 11.00 от хутора Куматырь, далее на Тухаевско-Гостогаевско. 10 апреля пройдут всероссийские соревнования. Юноши преодолеют маршрут Чембурка-Гостогаевско-Воренниковско-Гостогаевско. Управление по физической культуре и спорту обращает внимание жителей и гостей курорта, что 9 и 10 апреля на местах проведения гонок будет частично ограничено движение автотранспорта. Приходите поддержать наших спортсменов. Генеральный партнер программы «Новости» производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300.